Я приготовил китайскую копченую курицу по рецепту дядюшки гурмана из Китая. Если вы хотите узнать, стоит ли этот рецепт повторять и насколько хороша эта курочка, смотрите это видео до конца. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я продолжаю рубрику «Обзор рецептов». Мне очень понравился рецепт сельского гурмана дядюшки, который приготовил очень вкусную курицу. Как было написано, она очень долго мариновалась, потом коптилась, и каждый ее кусочек был сочным и аппетитным. Он использовал свою домашнюю курицу, которую он поймал и зарезал. У меня тоже домашняя курица. Курица очень хорошая, качественная, видно вот столько жирка, настоящая домашняя. Сейчас я начинаю готовить ее. Самое первое, это жирок очень ценный, и он в этом рецепте не нужен, поэтому жир я убираю из курочки. Ой, какая красота, вот это настоящая домашняя курица. Внутри ничего нет, пусто. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, а если вам понравится рецепт с курочкой, конечно же, жмите и лайк. Итак, курица готова. Я ее уже предварительно попытался побрить, поэтому кое-где, где остались вот такие кусочки перышек, я их уже поудалял. Остальное у меня не хватило терпения, поэтому я думаю, сам готовлю, сам и ем. Обычно у птичек вот здесь есть какая-то железа, еще не всем нравится вот такой забавный курносый носик у нее вот здесь, поэтому его люди вырезают. Я готовлю для себя, эти штучки мне очень нравятся, я просто от них балдею, поэтому хвостик вот такой, носик, носик, я это все оставляю. Курочку я прячу в кастрюлю и немножко кипяточка. Имбирчик, зеленый лучок, туда же. А здесь у меня что-то похожее на китайское продуктовое рисовое вино. Обычно у китайцев есть такие не напитки, а как приправы, это рисовое вино, но сделанное очень в слабой концентрации, то есть в нем очень мало спирта, и они его добавляют сюда. А такое же вино, но сделанное более качественно и покрепче, градусов 50-60, они его пьют сами. Некоторые предлагают использовать вместо дешевого китайского продуктового вина хелес, но это совсем будет другой продукт, недорогой, поэтому я использую специальный, свой обалденнейший грушевый дистиллят. Он классный, 45 градусов крепости, настойленный на дубовой щепе, и вот так чуть-чуть поливаю грушевого дистиллятика вместо рисового фруктового, очень продуктового вина. Растительное масло, инвертный сироп. Сейчас мы делаем колец, то есть цвет для бульончиков, в котором будет готовиться курочка. Да, вот так делают обзор рецептов, и такое происходит. Прошло несколько минут, точнее минут 10, и теперь я полностью все это выливаю. вместе с курочкой. Соевый соус, рисовое продуктовое вино, пардон, дистиллят из груши, имбирчик, пучок зеленого лука, ловушечка, острый перец, перец чили, бадьян, фенхель и черный перец. В оригинальном рецепте нужно использовать сычуанский перец, но пока у меня его, к сожалению, нет. Также там еще есть пара штучек, которых у меня нет. А как они называются, я даже не знаю. А также немного соли. Божественный запах. Китайская курочка варилась 45 минут, даже чуть-чуть меньше. Ммм. Так она же готова. Продолжаю обозревать рецепт китайского дядюшки-гурмана. Друзья, если вам интересно, что я буду делать с этой курочкой дальше, оставайтесь со мной, и вы узнаете. Я очень хорошо разогрел казан, и теперь высыпаю сюда сырой рис. Сверху я посыпаю все сахаром. А теперь настоящий ароматный китайский зеленый чай. Вот такая подставочка. Оливковое масло. Друзья, если вам еще не понятно, что сейчас будет происходить, рис начинает уже золотиться. от нагретого риса сахар начинает плавиться и карамелизироваться. Все это начинает потихонечку дыметь, начинают втлеть вот эти чайинки, и это все будет подкапчивать курочку. Бабак! Шнабак. И теперь вот в таком положении курочка должна получать ароматный дымок от этого всего, что мы тут насыпали. И должно быть очень вкусно и красиво. Я повторил полностью рецепт дядюшки Гурмана из Китая. Курочка по внешнему виду получилась точно такая, как у него, золотистая. А сейчас я это все продегустирую, а потом расскажу, стоит ли повторять этот рецепт или нет. Вот здесь у меня трехлетней выдержки, нет, не рисовая водка, а самогон из гречки. Обалденнейший гречишный самогончик. Три года. А, класс! Да, это того стоит, чтобы три года подождать. Волнующий момент, дегустация китайской копченой курицы. Конечно, цвет обалденный. Шкурочка так хорошенечко подкоптилась, подзолотилась. Аромат. Аромат я не слышу. Потому что пока курица коптилась, вся кухня была, вроде бы и дыма не было, но настолько был едучий дым от риса, или от риса, или от чая. Я даже не знаю, с чего. Это было просто кошмар, что мне пришлось даже раньше времени прекратить ее коптить. Поэтому сейчас по аромату я ничего не скажу. Если бы это все дело коптилось на улице, может быть, все было по-другому. Но, пахнет интересно. То есть, если пройти через эти испытания, то достаточно хорошо. Вкус. Шкурка. Жирок. Вот эта золотистая шкурка приобрела сладкий оттенок от того, что карамельный сахар на нее дымил. Очень интересное сочетание мяса. Мясо очень нежное, очень сочное. По мясу вообще нет никаких замечаний. Все приготовилось идеально. В принципе, очень интересный рецепт из минусов. Бульон, который я получил после приготовления курицы, пришлось не использовать, потому что он и сладкий, и я положил одну треть или одну пятую всех перчиков, какие нужно было. Очень насыщенный, очень острый, поэтому на его основе никакие первые блюда не сварятся. Очень жаль, что из такой домашней курицы бульон пришлось не использовать. Дальше. Вот эта подкопченность на рисе, сахаре и чаю мне совершенно не нравится. Если уже подкопчивать, лучше положить дубовую щепу, какую я использую для ароматизации своих домашних дистиллятов. И не просто чистую, а уже ту, которая отработала годик или два. Вот она дает обалденнейший аромат. Я так уже делал рыбрышки барбекю. Супер. Курочка мягкая, все замечательно, готовится быстро. В принципе, рецепт рабочий, если это все делать на улице, в лесу или в своем домике. Если вам понравился обзор на рецепт, который я нашел, ставьте огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.